Никогда не бывает секса. Барни, правило трёх дней — это безумие. Вообще, кто его придумал? Иисус. Барни, попрошу тебя, Иисуса хотя бы не трогай. Я абсолютно серьёзно. Всю эту штуку с тремя днями придумал Иисус. Но вот, например, он ждал три дня, чтобы воскреснуть. И ведь не зря. Если бы он ждал всего один день, многие люди даже не узнали бы, что он умер. И все бы говорили, «Эй, здорово, Иисус, какие дела?» А Иисус отвечал бы, «Какие дела? Да я же вчера умер». Они бы ему на это, «Чувак, а выглядишь как живой». А потом Иисусу приходилось бы объяснять про чудо воскрешения и всё такое. И, конечно же, кто-нибудь потом бы обязательно ляпнул. Ну, как скажешь, братан, как скажешь? Ух ты, как высокопарно звучит в наши дни древний язык. Он же не воскрес, например, в субботу, когда все заняты своим делами. На отказских станках работает, бород и стригут. Нет, он выждал правильное количество дней. Три. Ладно, я обещаю, что я подожду три дня, только усохнем уже. К тому же это случилось в воскресенье. Все и так были в церкви и скорбили. О, нет, Иисус умер. И вдруг, бац, двери нараспашку. Он вбегает в кран, бежит сквозь толпу. Народ в трансе, руки тянет. Кстати, да, «Дай пять» пошло именно оттуда. Три дня, Тэр. Прежде чем звонить женщине, мы ждем три дня. Потому что именно так завещал нам Иисус. Это правда. Да. Продолжение следует.